Ре! Весь этерс Ирте! Каждый день с 7 утра и до 8 вечера при любой погоде Виктор и Владислав продают собственноручно собранную чернику у обочины дороги в районе Ерсика. Как торговля у вас идет? Нормально. Много останавливается? Да. Ну вот сколько литров черники удается продать? 59. На что хотите накопить? На школу. Ну а что нужно купить вам в школе? Кроссовки, все, сумку, тетрадки. В этом году Владислав пойдет в седьмой класс, Виктор в шестой. Чернику собирают в соседнем лесу прямо за домом. Родители время от времени подходят посмотреть, как дела у пацанов и помогают со сдачей. В конце дня снимают кассу, полиэтиленовый пакетик с заработанными за долгую смену деньгами. Все деньги Виктора и Владислав отдают родителям. Мы вот как тут живем в этом доме столько лет, вот ягоды. Уже что-то удалось собрать? Ну, в школу мы еще ничего не покупали, только начинаем обуви покупать, кроссовки, одежду кое-какую. Елена и Виктор воспитывают восьмерых детей. Самому младшему всего семь месяцев. Этот дом семья получила от самоуправления. Просторные комнаты, но главное большой участок. Можно вести хозяйство. Куда-обратно трактор купили тоже, вот на ягодах заработали, купили. Это ваше последнее приобретение? Да, последнее приобретение. И так как другие пропивают или что-нибудь делают, японец купили, вот этот. Две 800 отдали. С другой стороны участка, у Виктора и Елены несколько огородов, поля с картошкой, теплицы с помидорами, огурцами, зелень. Рядом небольшой свинарник и несколько молодых поросят. Хозяйство большое, но прокормить семью из десяти человек на этом нереально. Дочка учится третий курс, заканчиваю, да, купился на кондитера. Сын пойдет механиком. Школу закончил. Вот три пацана и девчонка. То есть четверо? Четверо школ. Сколько вам нужно примерно денег, чтобы к школе подготовить к первому сентября? И книжки, и одежда? Ой, это трудно сказать, потому что это все покупается же не сразу, а постепенно. Ну это все равно должна быть большая сумма. Это большая сумма, кроссовки одни стоят 15-20 евро. Виктор и Владислав будут заниматься торговлей до начала учебного года. Когда сезон ягод закончится, пойдут грибы. Благо, леса здесь богатые лисички, боровики. На деньги, которые братья смогут заработать за лето, семья сможет прожить еще несколько месяцев. Мария Андреева, Кришьяны Слейтис, Русское вещание, ЛТВ7.